Продолжение следует... Из аэропорта Кумацо мы направляемся в сад Йококан, чтобы увидеть самую известную достопримечательность города Фукуи. Это живописное место принадлежало когда-то феодалам династии Мацудаэра, которые обосновали здесь свою вторую резиденцию. В настоящее время сад Йококан является одним из лучших по рейтингу не только японских, но и зарубежных журналов по садово-парковому ландшафту, и слава о нем все больше распространяется за пределами Фукуи. Вид на сад Йококан, открывающийся из главного здания бывшего поместья, потрясает своим великолепием. Наш маршрут ведет к руинам древнего города Ичичудани, которым правил феодальный клан Осакура. Этот город процветал в течение 103 лет, пока им управлялись, меняя друг друга, пять поколений династии Осакура. В те далекие времена за стенами города укрывались многие известные личности, среди них легендарный фехтовальщик Коджирус Осаки. В наши дни эта территория имеет особую историческую ценность. Среди руин города были обнаружены очертания садов, которые впоследствии были внесены в национальный список мест особой природной красоты, а сам город – в список 100 лучших памятников замковой архитектуры Японии. Префектуру Фукуи нередко называют землей динозавров, поскольку именно здесь было обнаружено самое большое скопление останков динозавров Японии. Музей динозавров префектуры Фукуи, расположенный в городе Коцуяма, является одним из трех крупнейших музеев динозавров в мире. Здесь можно увидеть более тысячи экспонатов, среди них не только великолепные реконструкции, но и останки настоящих динозавров, найденных на территории Фукуи, включая известного Фукуи-раптора. Музей привлекает многочисленных туристов, как со всей Японии, так и из-за рубежа. В префектуре Фукуи, которая располагается к северу от Киота и ограничена с западо-береговой линией Японского моря, на протяжении тысячелетий создавались и передавались из поколения в поколение секреты традиционных ремесел. В музее кукол из бамбука в городе Чидзен можно полюбоваться изящной работой мастеров, увидеть уникальные экспонаты и сделать куклу из бамбука своими руками. Первый день путешествия подходит к концу, и снять усталость поможет остановка в городе Авара, который является одним из самых известных центров целебных горячих источников в регионе Кукурику. Здесь можно не только отдохнуть и полюбоваться великолепными садами, но и отведать лучшие японские блюда из сезонных даров моря и прочих деликатесов. На следующий день мы отправляемся к побережью Японского моря, чтобы совершить прогулку на катере вдоль Тодзиньбу. Это природное скопление причудливых скал высотой до 25 метров и протяженностью около 2 километров представляет собой одно из самых уникальных зрелищ в мире. Самые лучшие виды открываются на скалы именно с моря. Отдохнуть от шума прибоя можно в буддистском монастыре. Храм Эйфеди, основанный монахом-дагеном около 8 веков назад, является основным центром обучения дзен-буддизма школы Соту. Здесь монахи ежедневно медитируют и изучают сутры в суровых аскетичных условиях и тишине монастыря. Посетители храма могут также ознакомиться с практикой дзен-буддизма и основами медитации, сидя на полу лицом к стене, наедине со своим мироощущением. В монастыре Эйхеди принятие пищи трактуется как важная, неотъемлемая часть обучения буддизму. Желающие могут отведать вегетарианские блюда буддистов мысленно благодаря природу за щедро предоставленные дары. Продолжаем знакомство с культурой Фокуи. История изготовления японской бумаги Эчидзен-Васи насчитывает около полутора тысяч лет. С древних времен эта бумага отличалась лучшим качеством во всей Японии и использовалась при императорском дворе, а впоследствии со второй половины XIX века и правительством эпохи Мэйди. В музейном комплексе Эчидзен-Васи можно изготовить образцы бумаги по собственному дизайну. Теперь можно вернуться в город Фокуи и отправиться на прогулку в квартал Хамамачи. Здесь когда-то процветала торговля благодаря реке Асува, важной транспортной артерии давних времен. Да и в наши дни в Хамамачи достаточно оживленно. Здесь много традиционных ресторанов. Нередко под открытым небом слышны звуки барабана тайко и мелодии, исполняемые кейшами на народном инструменте шами-сэй. Третий день путешествия по Фокуи начинается с неспешной прогулки в районе порта Цуруга. Здесь находятся старинные кирпичные склады Канагасаки, которые когда-то использовались для хранения морских водорослей. А вдоль побережья простирается уникальная сосновая роща Кехину-Мацубара, одна из трех самых живописных японий. Полоса пляжа делает красивый изгиб в бухте Цуруга и является местом паломничества любителей морского купания и пляжных прогулок в летнее время. От порта Цуруга по дороге Вакаса можно проехать к живописному месту под названием Пять озер Неката. Эта природная достопримечательность входит в список мест, охраняемых Рамсарской конвенцией. Ежегодно нарастающие слои породы, извлекаемые со дна одного из озер, считаются международным эталоном для исчисления исторического времени. Можно подняться на вершину в кабине канатной дороги и с высоты обзорной площадки полюбоваться зеркальной гладью озер великолепным видом на бухту Вакаса. Согласно местному поверью, если написать свое желание на глиняной табличке и забросить ее с вершины в сторону озер, то желание исполнится. Продолжаем путешествие на запад по дороге Вакаса и попадаем в город Обама. Это историческое место называют Нарой в миниатюре, поскольку здесь очень много древних храмов и буддистских статуй, которые имеют статус национального достояния и важного культурного наследия. Портовый город Обама на побережье Японского моря славится своей историей многовекового процветания. Старинные улицы и дома в квартале Сан-Чумачи до сих пор хранят атмосферу тех времен. Особую известность город Обама приобрел как отправной пункт древнего маршрута Саба-Кайду, что означает «Дорога скумбрии». По этой дороге пешие торговцы доставляли в Киото свежую скумбрию и другие морепродукты, выловленные в бухте Вакаса. Нужно обязательно попробовать местные деликатесы и скумбрию на гриле. В Вакаса можно познакомиться с традиционным искусством изготовления палочек для еды и своими руками отполировать лаковые палочки в мастерской местного музея. Здесь выставлена работа известных мастеров. Это разнообразная лакированная посуда со вставками из золотых и серебряных пластин. Префектура Фукуи богата традициями, культурой и природными красотами в таком уникальном сочетании, которое можно встретить только здесь и нигде больше. Почувствуйте уникальность Фукуи в красках каждого времени года. Приезжайте в Фукуи, чтобы увидеть все своими глазами. Здесь вам будут искренне рады. Фукуи 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 Фукуи